Вот 2000 лей повышение минимальной пенсии, да? Хорошо же, хорошо. Но любой экономист вам скажет, появление на рынке дополнительных 2000 лей, не обеспеченных товаром, не обеспеченных производством, ведет к чему? К росту цен, к инфляции. И эта инфляция сожрет эти 2000 лей. Сегодня об этом говорил Владимир Николаевич Воронин. Кто контролирует это? Он говорил о ценообразовании. Не только о ценообразовании, а о контроле за ценами. Кто контролирует это? Я вам скажу, в 2007 году, в 2008 году, мы достигли такого уровня контроля за ценами, интегрального, что мы получали в распоряжении правительства и всех решающих органов, мы получали данные об инфляции каждые 10 дней. Каждые 10 дней. Об инфляции и об индексе потребительских цен. Сегодня мы получаем данные об инфляции через полтора месяца после истечения срока, о котором рапортуют. Опять. Это не контроль. И поэтому любые выплаты, их надо делать, их надо людей поддерживать. Надо сокращать дистанцию между совсем нищими пенсионерами, и пенсионерами, и судов, прокуратурой, и так далее, и так далее, и так далее. Вернее, пенсия. Надо это дело сокращать, да? Но, тем не менее, пенсионная система, если мы об этом говорим, эта система, она требует, первое, равноправия, она требует справедливости. За равный труд равная пенсия, за разный труд разная пенсия. Она требует участия людей в формировании фонда социального страхования, откуда выплачиваются пенсии. Правильно? И так далее, и тому подобное. То есть, ну, это, вот, им это все хорошо известно. Я абсолютно точно это знаю, что им это хорошо известно. Потому что это в любых хрестоматиях, в любых учебниках экономики написано, которые они, наверное, предисловие прочитали, по крайней мере, да? Все там это написано. Но здесь этого нет.